Всем привет-привет! Мы сейчас пришли со школы, и я хочу с вами поделиться сразу по горячим следам, так сказать, какой конфликт у нас произошел в школе. Заранее хочу сказать, что дети видели в предыдущем видео нашу классную комнату, столы сдвинуты, и дети сидят островками вот так вокруг, и весь класс разбит на группы. И вот, мой Ваня сидит рядышком с другом. Друг Аллахандра, это мальчик из Мексики, они подружились с первого дня, и вот потихоньку, ну, видимо, по-дружески, этот Аллахандр стал пользоваться столом моего ребенка. Стал вещеечки свои какие-то туда складывать, там то облокотится, то приляжет на парту моего ребенка. Но моему это не нравилось. Мы приехали сюда с нашим российским менталитетом, что чужого не бери, но и свое береги. Так вот, здесь это не работает. Что произошло? Вначале Ваня просил его не класть вещички на его стол, там карандаши, ножницы, там книжки, еще что-то, и не ложиться на его парту. Тот соглашался, говорит, да, ладно, хорошо, и потом опять все, с самого начала, все по той же схеме. И мне мой ребенок рассказывает это все, говорит, я спрашиваю, ну, ты говорил, что тебе некомфортно? Он говорит, да. А он потом опять это делал, я не знаю почему. Я его спихивал. Ну, так мы обсуждали, большого значения не придавала. Вчера я забираю ребенка со школы, и он мне говорит, ты знаешь, что произошло сегодня? В общем, эта ситуация салахандра достигла своего апогея. С нами разговаривала учительница. Она спросила у них, что происходит. И каждый рассказал по-честному, что происходит. То есть Аллахандра сказал, что да, я просто ему на стол кладу свои вещи, или там прикладываюсь, там ложусь, там, я не знаю, опираюсь на его стол, и все. Ну, и мой ребенок рассказал все то же самое и добавил, что ему это не нравится. Учительница попросила Аллахандра быть более милым и постараться так не поступать. Ваня ничего не сказала, сказала, не обращай внимания, не расстраивайся, все в порядке. Ну, я сегодня пошла за ним в школу и подошла к учительнице, чтобы выяснить вообще, что происходит. И узнать ее мнение на эту ситуацию. Она мне пересказала буквально то же самое. И она говорит, знаете, если вы волнуетесь, я поговорю с этим мальчиком, с Аллахандрой. Вот реакция учителя. И она мне стала заверять, что все хорошо, что мой ребенок чувствует себя комфортно, что его никто не ущемляет, и она сказала еще, что она заметила, что вот он такой вот очень четко ограниченной границей. И она знает уже, что он никогда не возьмет чужого, но и свое тоже никогда не уступит. Ну, ладно, молодец. Ну, я-то нормальный человек. И я понимаю, что тут дело же не в Аллахандре, а это особенности моего ребенка. И я у нее спросила совета. Я говорю, послушайте, может быть, вы мне подскажете, как мне с ним поговорить, чтобы он не расстраивался из-за таких мелочей. Знаете, что она мне сказала? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Не надо с ним разговаривать. Я сама потихоньку как-то поговорю с ним, буду потихоньку об этом с ним разговаривать, потому что это Америка. Здесь всем должно быть комфортно. Представляете? Всем, всем должно быть комфортно. Вот такая реакция. И до этого у нас тоже был похожий случай, что тоже что-то ребенок сидел рядом, и там тут крошки, там, знаете, как дети там, да? У них там какой-то снэк, перекус в школе, они там, не знаю, угощают ученики их чем-то, и какие-то крошки. И каждый наводит все на столе порядок, и один из ребят делал вот так, крошки разгребал, и все это разбрасывал на соседние столы. Моему это, естественно, тоже не нравилось, он аккуратист такой. Он подошел к учительнице и сказал, что ему не нравится, что вот один из ребят разбрасывает крошки по столам. Что она сделала? Она спросила у других остальных ребят вокруг, за этим же островком. Те подтвердили, сказали, да, вот он так поступает, вот этот мальчик. Она этого мальчика пересадила за другой островок. Вот так. Она никого не ругала. Она никому не предлагала не обращать внимания, сидеть в крошках. Нет. Всем должно быть комфортно. Вот так разрешаются такие конфликтные ситуации в школе. Для меня это удивительно. И еще для меня удивительно, знаете, здесь учителя, вот на примере нашей учительницы, она не только учит их чему-то, она еще заботится, вот я про своего ребенка буду говорить, о его комфорте, эмоциональном комфорте. И я уверена, так происходит с каждым ее учеником. То есть она следит за тем, и для нее это важно, чтобы всем детям было приятно. Конечно, у меня сын в школу идет с радостью. Он знает, что школа это то место, где он абсолютно защищен, где всегда хорошо и приятно. Как у вас это в школах происходит? Расскажите мне. Пишите внизу комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А на этом все. Пока-пока. А, и будьте счастливы. Ну, ведите себя прилично. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok